Добрый день, дорогие зрители! Мы приветствуем вас на канале газета Садовод. Меня зовут Татьяна и сегодня я расскажу вам об основных принципах осенней обрезки плодовых деревьев. Для производства работ нам понадобится садовый нож, секатор, садовая пила. Для удаления веток диаметром более 2 см. И лак-бальзам или садовый вар для замазывания срезов. Осенью очень важно произвести обрезку крона у плодовых. И я вам расскажу о сроках. Это приблизительно конец сентября, середина октября. Но сейчас очень трудно говорить о температурах, о конкретных датах. Потому что климат меняется с каждым годом. И проще ориентироваться на тот период, когда листва уже опадают. Когда деревья начинают ее сбрасывать, сокодвижение замедляется. И тогда мы можем уже подходить смело к дереву и производить обрезку. Несмотря на то, что сейчас начало октября, и наша груша стоит еще с зелеными листочками, мы вам покажем, как произвести обрезку на ее примере. Но лучше это сделать, когда листва уже опадет. При производстве работ осенью я буду обрезать ветки, оставляя пеньки 5-7 см, чтобы избежать обморожения тканей. При низких температурах может произойти промерзание тканей до 5-7 см. Поэтому второй раз я рекомендую подойти к дереву уже весной и срезать эти пеньки на кольцо. Вы спросите, почему мы не проводим эти работы тогда просто весной? Так как весной у нас начинается вегетационный период, и помимо обрезки плодовых еще очень-очень много работ. Поэтому лучше подготовить дерево, произвести какие-то черновые работы с осени, и весной просто подойти и подшлифовать, закончить начатое. Ну и конечно, чтобы подойти к правильной обрезке крона, нужно понимать основные принципы формирования и строения скелета дерева, о чем мы с вами поговорили в видео о формировании кроны. В первую очередь мы делаем санитарную обрезку. Мы удаляем все больные, сухие, пораженные грибком и болезнями и вредителями ветки. К счастью, на этом дереве их нет. Вторым этапом мы убираем корневую поросль и лишние ветви до первых скелетных ветвей. Следующим этапом мы убираем все ветви, которые растут вовнутрь, которые перекрещиваются и загущают внутреннюю часть крона. Сейчас мы будем обрезать данную веточку, так как она растет вовнутрь, кронная, перетирается с соседней веткой, то есть она нам мешает. Мы ее убираем. Так как обрезку мы делаем осенью, мы оставляем пенек, о котором я говорила ранее. А весной, для примера, мы бы срезали эту веточку на кольцо. Здесь вы можете увидеть, есть такие, как колечки у коры. И ровно-ровно по этим колечкам мы срезаем. Срез должен быть ровный и чистый для более простого и здорового зарастания. Так как мы формируем правильную крону, благодаря которой будет здоровое обильное плодоношение, то мы убираем ветки-конкуренты и производим срез в данном месте. У нас получается при оттягивании прямые и расходящиеся боковые ветки. Горизонтальные. Сейчас мы смотрим на крону и видим, что вот эта ветка нам тоже мешает. Она тоже пересекается при ветре, стукается друг от друга, перекрещивается. Поэтому мы ее тоже убираем. Дальше будем работать с данной скелетной боковой ветвью. И первое, что мы уберем, это слабые веточки лишние. Далее мы уберем перекрещивающиеся ветки. Нам мешает данная веточка. Мы срезаем это на кольцо. Далее нам нужно выбрать конкурентные. Мы оставляем или эту, или данную ветку. У нас как бы должен получиться горизонтальный веер. Это наш основной ствол. Дальше он ложится, раскладывается в горизонталь. Почему в горизонталь? Я объясняла на видео по основным принципам формирования крона. Так как плодовые почки у нас закладываются в основном на горизонтальных ветвях. Чем более параллельная ветка расположена к уровню земли, тем больше почек, которые выдают ростовые побеги. То есть на них будут листики, а плодов на них не будет. В общем мы выбираем. Выбираем и мы оставляем вот здесь пенек. Так как нам нужна горизонтальная ветка. В данном месте мы оставили пенек. Так как ветвь очень толстая и ткани хорошо разрослись. Поэтому мы оставили себе зазор для промерзания тканей. Если вдруг они промерзнут, мы просто срежем это весной на кольцо. А эту ветку мы оставили, потому что она находится в более горизонтальном положении. У нее будет больше плодовых почек. Мы получим больше яблок и урожая с этой ветки. Также для дальнейшего формирования кроны мы укоротим ее на одну треть побега. Работать нужно обязательно на внешнюю почку, потому что внутренняя почка обязательно даст внутренний побег. Он будет расти внутрь кроны и нам его придется обрезать. Что значит внутренняя и внешняя почка, в чем различие? Мы можем пронаблюдать направление развития почки. То есть отсюда у нас побег пойдет вовнутрь кроны, а из этой почки пойдет наружу. И нам не придется его убирать впоследствии в следующем году. Поэтому мы срезаем, работаем на наружную почку. Все молодые побеги этого года мы укорачиваем на одну треть длины. Опять же на внешнюю почку. На данном дереве нет ветвей, которые растут вниз, но мы их тоже убираем, чтобы они не забирали питание у дерева. Чтобы определиться, какую ветвь срезать, мы можем перевести основную линию скелетной ветви в горизонталь, разложить и посмотреть, что растет вовнутрь. Это побег этого года, мы с ним работаем на внешнюю почку. Здесь также работаем на внешнюю почку. Данная ветвь является... Две ветви друг другу мешают. Чтобы не было загущения, я уберу их полностью обе. Так как у нас должен получиться горизонтальный веер. Здесь укорачиваем, здесь убираем. А вот данную ветвь нужно перевести... Опять же, это один из способов формирования деревьев. Нужно перевести в более горизонтальное положение. Для этого сделать снизу подпилы. И способом оттяжки, с помощью веревок или тросиков, оттянуть в горизонталь. Вывести веер и также убрать лишние ветки. Такую толстую я обрежу на пенек. Опять же, чтобы исключить промерзание. Вот эти вот ветки друг другу мешают тоже на пенек. Убираем ее совсем. Здесь смотрим горизонталь. У нас тут три молодых побега. Это будет мешать соседним. А здесь просто укорачиваем. Здесь можно так вот работать. Данную веточку так. На данном примере мы можем увидеть, что вот эти две ветки находятся очень близко друг к другу. И здесь мы должны выбрать какую-то одну. Либо эту, либо эту. А я уберу, скорее всего, вот эту ветку. Потому что здесь она более прямая. Здесь она уже разрослась. Ее не формировали. Поэтому мы просто от нее избавляемся. А это, как побег этого года, укорачиваем на одну треть побега длины. Что ж лишнее. На данном примере мы будем формировать макушку. Здесь у нас очень близко находятся два достаточно толстых побега конкурента. И нам нужно выбрать один. Вообще, в питомнике оставляли для формирования вот этот вот проводник основной. Мы должны перевести данную ветку в горизонталь и сделать обрезку. Опять же, с работой на внешнюю часть почки. А эту макушку выставить бамбук и выставить вертикаль. Чтобы она росла ровно. Корачиваем, корачиваем. Опять же, мне не вывести горизонталь. Корачиваем. Внутренне убираем. Перекрещивающийся внутренне. Вот это вот все, что мешает проветриванию кроны мы убираем. Здесь выводим горизонталь. У нас должен остаться такой хороший скелет. Это мешает. Это укорачиваем. Так. Это у нас хорошая ветка. Для горизонтали. Нет. Ее лучше вообще убрать. Она нам будет мешать. Горизонталь. Слабенько убираем. Вовнутрь растет, убираем. Здесь укорачиваем. Если мы посмотрим на эту скелетную ветвь, то здесь мы уже на данном уровне завершили обрезку. Мы можем наблюдать основного проводника. И здесь расходятся боковые ветви. Если переведем в горизонталь, у нас получится замечательный параллельной земле плоский веер. Несмотря на то, что данная ветвь длинная, хорошая и сильная, мы ее убираем, так как она растет вовнутрь. И оставляем пенек. Весной мы его срежем. А в этом месте мы можем наблюдать конкурентов. Растут две ветки из одного места. Чем это чревато? Ветки утолщаются, кора разрастается, кольца начинают наслаиваться друг на друга, туда попадает влага. Происходит некроз тканей, туда попадают грибки, всякая грязь. Оно гниет, гниет. И потом у нас получаются аварийные развилки, которые потом ломаются. Чтобы избежать их, мы должны просто убрать конкурента. Опять же поговорим о конкурентах. Почему их важно убрать? Вот на этом месте четыре веточки растет. И здесь уже очень хорошо видно, как даже на молодых ветках идет наслаивание колец коры друг на друга. Уже идет расщеп. Сейчас я ковырну, чтобы можно было показать. И вот именно в эти отверстия начинают попадать грибки, влага, гниль, что опять же приводит к аварийным развилкам. Поэтому мы их просто убираем, оставляем одну главную веточку, благодаря которой это место станет толще, зарастет и станет хорошей, здоровой веткой. Моя рука мешается. Давайте оставим здесь пенек, чтобы весной можно было подойти. Очень важно производить обрезку плодовых. Так как заросшие растения более подвержены заболеваниям, нападению вредителей, а лечить их впоследствии сложнее и дольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!